Антраль. Для здоровья печенки и подшлунковые залозы. Антраль. Продолжаем разговор Ивана Яковина. Радио НВ в первой части рассказывала об очень сложной политической ситуации в Америке. Там идет борьба между силами, которые поддерживают Украину, выступают против Украины. И в общем можно сказать, что пока на данный момент силы поддерживающие Украину, ну чуть-чуть, с небольшим перевесом, у них дела идут лучше, чем у противников Украины. Ну и давайте во второй части поговорим о том, что в России начало впервые появляться признаки усталости местного населения от войны. Я говорю, когда местное население, я не имею ввиду либералов, которые либо уехали, либо сидят по тюрьмам. А я имею ввиду глубинный народ. Вот тот самый народ, который всегда поддерживал Владимира Путина. И сейчас уже в глубинах этого глубинного народа начинает зарождаться, ну не побоюсь этого слова, антивоенное движение, способное что-то действительно поменять, сдвинуть с места эту махину. Ну а для начала давайте я расскажу о необычном мероприятии, которое состоялось в Москве на этой неделе. Там прошел маленький, но полноценный антипутинский митинг, который полиция при этом не рискнула разгонять силы. На акцию протеста впервые пришли, она, по-моему, была около Большого театра в Москве, на Театральной площади. Пришли туда женщины, требовавшие вернуть своих мобилизованных в прошлом году мужей и сыновей из зоны боевых действий в рамках ротации или хотя бы предоставить им отпуск, как это громогласно по местному телевидению обещал Владимир Путин. Тут надо дать небольшой, конечно, контекст. Сейчас после провальных штурмов Авдеевки, Углидара, плацдарма украинского на левом берегу Днепра, количество гробов, российских гробов из Украины резко, резко выросло. Счет пошел уже на десятки, а то и сотни тысяч убитых. Вот такое количество убитых и еще больше покалеченных, раненых и так далее, российское общество впервые за два года начало замечать. Тут еще нужно так оговориться, что в 90-е годы рождалось в России мало людей, детей. Сейчас они подросли и сейчас эти дети, которых реально было мало, они составляют ту самую возрастную категорию, которая воюет, собственно, против Украины. Этих мужчин необходимого возраста, их всего несколько миллионов человек. И вот потери в несколько 200-150 тысяч среди них уже заметны. Тем более, что многие из них находятся в расцвете своей трудовой биографии, многие работают на важных каких-то постах, они воевать не собираются, то есть из-за этого количества их еще меньше становится. Короче говоря, людей этих мало, очень мало осталось, готовых держать в руках оружие, готовых идти на войну. Поэтому убийство 150 или даже 200 тысяч человек заметно, очень заметно. Также с момента объявления мобилизации отправки на мобиков на фронт прошел уже ровно год. Многие женщины были уверены, что вот после прошествия этого года их родным дадут отпуск или даже проведут ротацию. Ну типа три месяца на фронте, один месяц дома. Но нет, этого даже не предвидится. Третий еще важный фактор. Наступление холодов и начавшийся просто гигантский поток жалоб на недостаточное обеспечение российских солдат теплыми вещами, горячим питанием, топливом, лекарствами, всякими другими вещами, без которых во время, даже без обстрелов, во время войны довольно сложно выжить в холодной яме, где по колено воды и бегают крысы, где невозможно даже костер развести. То есть вот этого всего тоже нет у российской армии. Жены мобиков видят, что потери седних резко растут, никаких бытовых условий для них нет. И обещания Путина отправить, отпустить их домой тоже не выполнены. Собственно поэтому из-за этого всего вместе они вышли на митинг протеста в центре Москвы. Тут сразу надо оговориться, обязательно. Эти дамы никаких симпатий к Украине не испытывают. Завершение войны они тоже не хотят. Просто они хотят, чтобы в этой войне кто-то другой участвовал, а не их мужья и сыновья, которые уже больше года находятся на фронте. Поэтому они строго настаивали, что не против СВО. Они говорили, да, мы мирные люди. Это удивительная фраза. Мы мирные люди, мы совсем не против войны. Это цитата прям. Но по факту, с точки зрения Кремля, они конечно очень даже против войны, поскольку хотят вернуть солдат домой из Украины. А без солдат, как вы понимаете, воевать проблематично. Но поскольку война и Владимир Путин в Российской Федерации уже давно слились в что-то такое единое целое. То есть без Путина нет войны, а без войны погибнет и Путин. То антивоенный митинг просто по своей природе одновременно является политическим, является антипутинским. И это создало очень необычную в современной России ситуацию. С одной стороны, в митинге участвовали всего лишь несколько десятков женщин, которые всячески подчеркивали свою лояльность Путину и его режиму. С другой стороны, они в своей наивности, сами того не ведая, били в самую больную точку этого режима, в миф о всенародной поддержке войны. Причем одно дело, когда по этому мифу лупят, бьют гнилые либералы или иностранные агенты, типа меня. Но вот совсем другое дело, когда этим же самым заняты жены и матери так называемых героев СВО. Путинская система даже немножко подвисла на этом моменте. Как говорится, такой синий экран смерти у нее наступил, ошибка 404. В обычных условиях менты, конечно, стали бы бить, ломать, крутить, сажать протестующих. Это у них обычное дело. Но сразу просто стандартная реакция на проявление любого недовольства из числа холопов. Когда холопы чем-то недовольны, их бьют, крутят, ломают. Но этого не случилось. Менты просто попросили женщин разойтись. Наверное, в Кремле осознали, что картинка была бы не очень. Представьте себе, мобики там истекают кровью где-нибудь под Авдеевкой, а их женам и матерям ломают руки-ноги в Москве. Но даже для российской диктатуры, которая злобная и неприятная, это, как говорится, too much. Тем не менее, мероприятие это не осталось незамеченным со стороны прокремлевских спикеров. Обычно мероприятия такого рода они пытаются не замечать, стараются игнорировать, но тут им дали команду комментировать ситуацию в такой успокаивающей тональности. Да, типа солдаты героически сражаются, да, президент дал приказ отпускать их в отпуск два раза в год. Но вот чиновники на местах, некоторые офицеры не слушаются президента, не пускают солдат повидаться с их семьей, фу, какие плохие и нехорошие. Вот с такой тональности комментировали провластные спикеры эту ситуацию. С одной стороны, это реакция практически стандартная. Типа царь хороший, бояре плохие, мы это все знаем. С другой стороны, это свидетельство легкой неуверенности системы самой себе. И даже некоторого опасения, которое эта система начинает испытывать. Я тут поясню. Смотрите, сейчас уже как-то не особо вспоминают люди, но к середине и в конце особенно 80-х годов одним из самых мощных факторов падения популярности Компартии и дальше всего Советского Союза была война в Афганистане. И с далекой, никому неинтересной, которая никого не трогает, эта война как-то быстро и сама собой выразилась в очень серьезный раздражитель для общества. Все говорили, кого черт там, зачем, непонятно почему. Что там делают советские солдаты. Примерно то же самое было в 90-е годы с войной в Чечне. На каком-то этапе россияне возненавидели просто эту войну и постепенно это привело к катастрофическому падению рейтинга Бориса Ельцина и вынужденной его отставки. Он смог вернуть популярность и победить на выборах в 96-м году, Ельцин я имею в виду, только после заключения хасавюртовских соглашений, которые фактически сделали Чечню независимой. Проще говоря, в хасавюрте Российская Федерация капитулировала перед Чечнёй. И вот в обоих случаях и в афганском, и вот эту капитуляцию восприняло общество очень хорошо. В обоих случаях и в афганском, и в чеченском решающую роль в подрыве популярности к войне и к политическому руководству Советского Союза и России, соответственно, сыграли организации жен и матерей военнослужащих. Россия страна в основном женская. Как только эти организации начали функционировать, прям по-серьезному они получили волны эмпатии со стороны других женщин, населяющих Советский Союз и Россию, соответственно. Сильное движение жен, матерей, военнослужащих, выдвигающих лозунги, которые понятны и справедливы для большинства российских женщин, это реально огромная угроза для Владимира Путина. Именно с этим и связано то, что он всё ещё не отправляет на фронт призывников, хотя и есть призывники, но их на фронт в основном не отправляет, действительно боится он очень резкого падения своей популярности среди женщин, особенно перед так называемыми выборами в марте 2024 года. Но проблема растущего женского недовольства остаётся. Вот смотри, сейчас на митинг вышли несколько десятков женщин, власть с трудом удержалась, чтобы не побить их, бить их не стали. И все это увидели. Те дамы, которые раньше чего-то боялись требовать, теперь станут намного более смелыми. То есть второй митинг на эту же самую тему запросто может оказаться намного больше и громче, чем митинг первый. Ну а если требования женщин выполняться не будут, если их мужей и сыновей назад не вернут, а их не вернут, конечно же, то со временем их лозунги станут намного более радикальными, поддержка в обществе этих лозунгов начнёт расширяться. Это просто закон природы, так иначе не бывает. Они начнут уже требовать не ротации или не отпуска для своих сыновей и мужей, а просто возвращение их домой. К чему какие-то там полумеры? Давай домой, возвращай, и всё, хорош, навоевались. А это уже для Путина, конечно, на грани бунта и катастрофы. Он может существовать как президент, пока идёт война. Без солдат войну вести невозможно. То есть если солдат вернуть домой, у него власти конец. И поэтому Путину надо как-то решать эту проблему. Пока она не вышла из-под контроля, то, знаете, вы выпустили на арену такую блогершу, которую зовут Анастасия Кашеварова. Это такая российская инкарнация Долорес Амбридж из Гарри Поттера. Это такая страшная, исключительно жадная, злобная, циничная людоедка, которая обожает насилие, убийство, человеческое горе. Ей платят буквально за это. Она буквально ест смерть и пьёт человеческую кровь. Но самое главное, она при этом сохраняет такое елейное, добродушное, счастливое, располагающее выражение лица и называет российских солдат наши мальчики или наши парни, а их жены и матерей называют девочки. Доверительно так. И суть её пиар работы с такой доброй улыбкой отправлять умирать и убивать как можно больше мальчиков, успокаивать девочек, рассказывая им, что им очень повезло и что им надо радоваться, когда их мужчины превращаются сначала в массовых убийц, а потом их в чернозём. Ну а конкретно сейчас задача этой Кашеваровой это погасить протест. Не дать ему вырасти во что-то серьёзное и мягко объяснить так, знаете, всем женщинам, начавшим что-то подозревать, вот этим самым россиянкам, что они больше никогда, никогда и ни за что не увидят своих мужей и сыновей. И поэтому, в общем, надо забыть и даже не дёргаться на эту тему. Цитата. «Некоторым жёнам и мамам не нравится, когда я говорю, девочки, их не отпустят, но мы можем биться за ротации, за отпуска, за выплаты, за реабилитации. Они хотят слышать другое». Цитата. «Девочки, я сейчас пожалуюсь или что-то такое сделаю, и всех их вернут домой». То есть она говорит, ну дальше она после этого говорит ключевую фразу, за которую, собственно, Кремль её и держит, и за которую её жирно, прям так, кормят человеческим мясом со свежей кровью. Цитата. «Ни я, ни вы не в силах остановить военные действия. Вне зависимости от того, будет ли реакция на мои слова, я буду говорить правду». При этом она, конечно, врёт, естественно. Если на улицы Москвы выйдут тысячи, десятки тысяч, или уж тем более сотни тысяч жён и матерей мобилизованных и потребуют вернуть их домой, вот только тогда эти мобилизованные смогут вернуться. То есть, иными словами, именно и только матери и жёны мобиков могут вернуть их с фронта живыми. Больше никто этого сделать не может. Дальше Кашеварова отчасти это даже признаёт. Цитата. «Власти не вернут домой мобилизованных контрактников и штатных военных до окончания СВО. На это нет никаких законных оснований». То есть, пока Путин жив, люди эти домой не вернутся. Ну, если только родственники этих мобиков не начнут действовать активнее, они начнут требовать возвращения этих людей. И дальше Кашеварова перечисляет несколько оснований, по которым мобик может вернуться всё-таки живым домой при Путине. Первое. Предельный возраст. Это 65 лет сейчас. То есть, если солдат пошёл, не знаю, в 30 лет в армию, то ему надо 35 лет отслужить. И тогда он может вернуться. Второе. Это болезнь. То есть, серьёзное ранение. Без руки, без ноги или без каких-то важных органов. То есть, инвалид может вернуться. И это второе. И третье. Это окончание контракта, но только у зэков. Российская армия, интересно, устроена. Обычный мобик или военный, или контрактник не может вернуться с войны. Никак. Могут вернуться только зэки, отвоевавшие полгода. Вот если зэк отвоевал полгода, он возвращается. Обычных военных оставляют на фронте. То есть, обычный российский военный средних лет фактически обречён рано или поздно погибнуть на фронте. Это в самом лучшем случае можно надеяться, что вернётся по коллегой. Ну и Кашеварова тоже так заботливо сообщает жёнам и матерям мобиков, что, цитата, «снять мобилизованных с фронта никак нельзя, так как придётся проводить ещё одну волну мобилизации. Заменить их просто некем. Кроме того, есть погибшие, есть негодные к службе после ранения, есть дезертиры». Конец цитаты. Иными словами, в общем, ничего не ждите, надеетесь только на отпуск, хотя все и так знают, что отпуск вы тоже не получите. Тут важно, что она проговорилась про новую волну мобилизации. Соответственно, российские матери и жёны говорят, ну так давайте ещё одну волну мобилизации. В чём проблема? Давайте наших домой, а новых на фронт. Звучит логично, но нет. Дело в том, что, во-первых, как я сказал, людей мало, просто физически людей мало. Считается, что Россия бездонная бочка в плане людей, но эти люди в основном старые, и в основном женщины. Молодых людей, готовых идти воевать на фронт, их очень-очень мало. Они, в общем, почти закончились. Поэтому взять ещё там 300 или 600 тысяч солдат, просто негде, их в природе не существует. Это первое. Второе. Даже первая волна мобилизации вызвала в российском обществе настоящее потрясение. Рейтинг Путина камнем пошёл вниз. Вторая волна повлечёт ещё большее недовольство, чем первое, поскольку готовых служить людей забрали в первый раз. Сейчас мужиков придётся уже искать, ловить, устраивать на них облавы, охоту на людей и так далее. То есть власть на такое сейчас вряд ли пойдёт. Слишком большой риск. Но не хочет Кремль сейчас просто проводить мобилизацию, это понятно. Вот тут начинаются, кстати, проблемы. Без новой мобилизации оставшиеся старые мобики могут не удержать фронт. Людей реально там не хватает. Вот тут я хочу привести слова ещё одного российского блогера, который ватник, такой прям упорный ватник. Но это мобик. Он солдат, находится на фронте и очень-очень хочет дома. Смотрите, что он пишет. Цитата. Заметно, что второй волны и демобилизации первой боятся, имеются в власти боятся, так как очередное бегство 500-600 тысяч человек испортит картинку стабильного общества перед выборами. Боятся политического кризиса. Но вполне логично, а дальше интересно начинается. Да вот только удерживая мобилизованных первой волны, руководство страны обязательно создаст этот кризис раньше или позже. И автор поясняет свою мысль, что, оказывается, российским мобикам платят меньше, чем контрактникам и кадровым военным. Им не полагается никакой выслуги лет, никакой военной ипотеки, никаких субсидий, льгот и так далее. Только не очень большая зарплата. Он пишет, мы получаем деньги, но теряем время и здоровье на этой войне. Он пишет, что даже те, кто выживает на полях сражений, там живет год, два, три, потом будут вынуждены лечиться от посттравматического синдрома, множества других болезней, и они не смогут вернуться, многие из них, на гражданскую работу, сопьются и умрут. Кроме того, многим возвращаться будет некуда, поскольку очень многие жены российских мобиков уходят от мужей мобиков, понимая, что те оказались фактически на положении крепостных у государства и, скорее всего, живыми не вернутся. Вот из-за этого всего российские мобики на фронте поголовно спиваются, оказывается. Цитата. Все это осознают жены и родня мобилизованных, поэтому и требуют возврата мобилизованных до того, как война и алкоголизм превратят большинство из нас в инвалидов. К этому он добавляет, что мобилизованные не имеют мотивации долго воевать и служить. Цитата. Чем дальше, тем хуже. Это понимают все мобы. И он пишет, что проблема стала приобретать размах уже просто катастрофической в российской армии. Цитата. Чем больше, чем дольше мобилизованные первой волны удерживаются в войсках, тем хуже. В нашей группе постоянно растет число разводов, приобретенных и обострившихся болезней и алкоголизм. Мобилизованные разлагаются все больше и в моральном плане. Мы все попадем в яму. И чем дольше воюем, тем глубже будет эта яма. Ну и диагноз, который мобик этот ставит российской армии. Тут интересно. Все это будет приводить к росту числа отказников, дезертиров и может быть даже к вооруженным бунтам. Причем чем дальше, тем выше решительность отчаяния. Солдат видит, я приобрел болезни, дети подросли без отца, ушла жена, карьера начинает сначала, две трети боевых товарищей погибли или ранены. Дальше будет взрывной рост преступности, алкоголизма, наркомании, радикализм, решение вопросов и так далее. Все это спровоцирует нестабильность и политический кризис в России. В общем, он говорит, что у Путина сейчас дилемма. Либо рискнуть фронтом и отправить домой мобиков первой волны, уже сейчас. Либо через некоторое время получить вооруженное восстание все тех же мобиков, но доведенных до полного безумия и скотского состояния. То есть смотрите, что получается. Три четверти российских солдат на линии фронта сейчас это вот те самые мобики, взятые в армию в сентябре прошлого года. Год спустя, свои службы, они в массе своей доведены уже до почти животного состояния. Активно спиваются, торчат на наркоте какой-то, теряют связь с мирной жизнью, просто опускаются, разводятся и так далее, и так далее. То есть это уже злобное, агрессивное стадо, которое едва слушается своих командиров. Если что, то этих командиров не пожалеет. Эти мобики абсолютно не понимают, какого лешего они делают на войне, что от них требуется, что от них хотят вообще, какая цель этой войны и как может выглядеть победа. Единственное, что они сейчас хотят, это просто вернуться домой. И единственное, что они точно знают, Кашеварова им это объяснила, то, что живыми их с фронта домой никто не отпустит. Разве что в покалеченном виде. И жены этих мобиков, у кого они еще остались, медленно-медленно, спустя два года, начали понимать эту ситуацию. Они в ужас начинают сбиваться в эти группы, выходить на митинги к Большому театру в Москве, и требуют вернуть своих родственников домой. Но пока власть подсовывает им Кашеварову, которая говорит, девочки, снять мобилизованных с фронта никак нельзя. Да, их всех рано или поздно разорвет на куски снарядом, но зато они героями станут, а вы получите компенсацию, не переживайте, это очень хорошо, медаль получите, деньги получите, только не надо, не надо, не надо митингов. Но словами тут уже как бы не поймешь, потому что дамы выходят на митинги, а их мужья, их сыновья без всякой мотивации, без веры в победу, без надежды вернуться домой живыми, без всякого смысла воевать, сражаются они очень и очень плохо. И чем дальше, тем хуже. И для получения хоть каких-то результатов российский генштаб на фронте гонит на смерть вот эти самоубийственные атаки все новые и новые тысячи этих зомби-мобиков с потухшими глазами, но все без толку, они погибают ни за что, без всякого смысла. То есть они, конечно, убивают какое-то количество украинцев, но по большому счету добиться каких-то военных целей они не могут уже. То есть они, если что-то добиваются, то это ценой каких-то просто гигантских потерь. Многочисленные видео с бесконечными просто рядами, кучами трупов российских солдат, сожженной техникой под Углидаром, под Авдеевкой, на левом берегу Днепра, они в общем доступе россияне и россиянки их тоже видят. И это только увеличивает общее недовольство ситуации. Поэтому они в конце концов и вышли на первый, маленький, но все-таки митинг протеста. Новая мобилизация, конечно, могла бы стать временным решением этой проблемы, но ее Путин проводить не будет. Он очень боится взрыва какого-то, связанного с недовольством населения мобилизации. В первую мобилизацию едва-едва удалось избежать какого-то прям бунта со стороны этого глубинного народа. Сейчас он этого прям еще сильнее боится. Поэтому я рискну предположить, что Россия сейчас входит в затяжной этап нарастающего дефицита живой силы на фронте. Этот ресурс реально заканчивается. И России не хватает не только людей, но и мотивации для этих людей. Вот в Украине, например, солдат понимает, за что он срабатывает. Потому что если он не будет сражаться, его всю семью убьют, всю Украину уничтожат, она будет захвачена и ликвидирована как государство, как общество и как народ. А россиянин не понимают, у него же нет такой мотивации. Все же понимают, что Украина не нападет на Россию, не будет ее терзать на куски, разламывать и уничтожать русских людей. Украинцам это просто нафиг не надо. Им это неинтересно. Поэтому у украинцев есть мотивация воева. Хотя, конечно, есть проблемы у украинской армии. Естественно, никто это не отрицает. Но все-таки мотивация у украинского солдата есть. У российского солдата нет нифига. Эти солдаты российские не верят в свои силы, не верят в победу, не верят в правильность и необходимость этой войны. Нет ничего этого. Причем чувство это, в общем-то, справедливо, разумно чувствуешь. Нет, без толку сидите на фронте, ребята. Начало брать верх сейчас не только на фронте, но и в тылу по опросам. Впервые с начала большой войны больше половины россиян высказались за перемирие, а не за победу в войне любой ценой. По сути дела запущены уже те же самые процессы, которые ранее привели к выводу советских войск из Афганистана, к выводу российской армии из Чечни и, в общем, фактически к капитуляции перед Афганистаном и перед Чечнёй. Этот, конечно, процесс быстрым не будет, не надо тут особо обольщаться, но запуск этого процесса произошел. И запуск этого процесса означает, что, конечно, через некоторое время будет какая-то критическая масса недовольных в России. Конечно, Путин завтра не решит заканчивать войну, нет. Но по моим, по моим, собственно, ощущениям, давайте так скажу, конечно, тот еще источник, но все равно, вот я могу сказать, что, по моему, ощущениям сейчас в России запущен процесс обратного отчета времени готовности населения России воевать. То есть они были готовы воевать, они говорят, да, нормально, давайте дожмем этих там украинцев, а сейчас, блин, нет, все, хватит, уже надоело. И чем дальше, слишком это дорого, слишком это долго, слишком это бесполезно. И чем дальше, тем вот это чувство ненужности, зачем, нафиг, давайте прекращать, оно будет увеличиваться, увеличиваться, увеличиваться. Развернуть его вспять невозможно. Никогда никому это не удавалось. И антивоенное настроение, причем не среди элиты либеральной, не среди иностранных агентов, не среди там журналистов, которые сидят в кафе «Маяк», если оно еще работает в Москве, нет, а среди глубинного народа, который там живет в небольших городах, так вот антивоенное настроение будет нарастать. К чему это приведет? Прямо сейчас сказать сложно, но в случаях с Афганистаном и с Чечнё это привело, вот как было, к выводу войск оттуда и к быстрой смене власти в Российской Федерации. Ну и еще, я думаю, что скорее всего, как-то подобным образом закончится все это и в России. Еще пара новостей. В Скадовске прилетели украинские ракеты «Хаймерс». Про линию фронта, да, много я уже не успею наговорить, но тем не менее, давайте скажу. В Скадовске пару дней назад прилетели «Хаймерс» в здание гостиницы «Лотос». Там жили высокопоставленные российские военные. Кто именно погиб, не говорят россияне, имена не называют. Но известно, что Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по случаю обстрела этой гостиницы, а на месте работали оперативники Федеральной службы безопасности. Вместе это говорит о том, что там каких-то очень жирных гусей подстрелили. Кого именно, неизвестно, но вполне возможно, что там вполне могли размещаться офицеры штаба группировки «Днепр». Штаб этой группировки несколько дней, ну, первого, 10 дней назад, получается, 1 ноября подвергся обстрелу, и вот спустя 10 дней второй обстрел, я думаю, что россияне подозревают предательство. И, что еще важно, там все никак не появляется на людях генерал Михаил Теплинский, предполагаемый командир этого направления «Днепр». Я думаю, что вот в «Лотосе» могли этого Теплинского задеть или даже убить. Это вполне вероятный вариант. Тем более, что в штабе группировки «Днепр» во время первого обстрела были убиты аж три полковника ВДВ «Теплинский», напомню, генерал ВДВ. Ну, и еще одна важная вещь хочу сказать. Сегодня в Крыму были подбиты два российских корабля проекта «Серна». Это десантные малые корабли. Еще раз доказана хорошая эффективность украинских дронов «Камикадзе» морского базирования. Очень круто. Развивать эту тему надо. И, в конце концов, я думаю, Россия полностью останется без флота на Черном море. Ну, и последний раз последнее. Успеем, может быть. На Днепре ситуация в районе Херсона развивается, в общем, неплохо. Плацдарм на Левом берегу расширяется. Россияне ничего не могут с этим поделать. И в их телеграм-каналах просто уже начинается какая-то паника на эту тему. Паника на тему плацдармов украинских на Левом берегу Днепра. На этой оптимистической ноте сегодня я буду заканчивать. Меня зовут Иван Викавин. Это «Радио НВ». Если вам было интересно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Да пребудет с вами Сила. И пока-пока. Подписывайся на канал «Радио НВ». Ось тут. Подписывайся на канал «Радио НВ» и «Радио НВ» и «Радио НВ» и «Радио НВ» и «Радио НВ». УION» и «Радио НВ» и «Радио НВ» и «Радио НВ».